Всем привет снова здравствуйте и давайте в этом видео рассмотрим что такое создание моделей на базе готовых материалов, как это происходит, откуда берутся материалы и так далее. Вот допустим есть модель вот такая и захотелось вам, допустим мне захотелось сюда добавить еще вот одну живность, но вот одну я уже клонировал, кое-где переделал и хочу добавить другую, но лепить ее просто не хочу. И у меня есть модель какая-то, которую я уже давно допустим делал и вот именно там есть вот эта вот живность, которую я могу сюда поместить, но она сделана как цельная и надо это дело все отделить. Давайте рассматривать как это все происходит. Сначала еще одну модель я вам покажу. Вот еще одна модель по видео, которую я выкладывал, это вот горгулья. Тело я ее не лепил, я просто тело взял вот с этого халка, которого я делал давно в скульптрис. Чуть-чуть переделал руку, оставил вот эту часть без изменений и чуть-чуть поработал с коленом, убрал вот эти вот ступни, ну и поработал полностью вот немножко с мышцами, чуть-чуть уменьшил их, сделал более-менее такое поменьше. Вот как вариант использовать одну модель, чтобы сделать другую. Это все быстрее, чем допустим делать каркас, потом нарабатывать на нее массу и потом уже все это планировать, корректировать, когда вот уже части есть готовые. Ну и давайте разберемся как все это дело происходит. Вот такого гладиатора я раньше где-то года полтора, когда учил в скульптрисе, делал в скульптрисе, полностью с одной сферы вытягивал, так что вот модель цельная. Но мне вот нужен вот этот вот пёс, вот эта вот живность, допустим для следующей модели. В принципе подходит ее если переделать, чуть-чуть подкорректировать, где-то что-то заменить, уже вот он каркас, скелет, так сказать, готовый. Здесь я ее полностью делал, но теперь в зебраж, здесь конечно ее не отделить уже, это вот такая вот штука. А в зебраж давайте постараемся. Все погнали смотреть как это будет. Так уменьшаем дров сайс, жмем control и вот этого пса маскируем. Старайтесь не залазить на какие-то детали, чтобы потом весь этот мусор не удалять. Где-то что-то если можно не брать, просто не маскируйте. Ну вот где-то вот таким образом. И вот так вот потихоньку с помощью Alt поправляете, выводите и вот так вот все это дело надо замаскировать. Большое внимание конечно морде. Вот эти вот лапы. Старайтесь не залазить на гладиатора допустим или на другую модель. А на вот эти вот кисти можно доделать, это не проблема. Главное общая, общая вот эта вот контур. Так, ну и посмотрим что тут с мордой. Если морда допустим в модели проработана у вас, то вы постарайтесь ее как можно лучше вот именно сделать, чтобы ее меньше потом дорабатывать. И вот так вот ее можно сделать. Все просмотрели. Если у вас все устраивает, все это дело выводите и теперь Ctrl-W назначаете полигруппу. Заходите в саппулы и жмете Grow Speed. ОК. Удалить теперь можно гладиатора, он нам не нужен. И вот такое что-то получается. Если у вас есть какие-то вот эти вот мелкие детали, их сразу лучше удалить. Потом они будут очень мешаться. Вот вот эта вот часть тоже. Так, ну в принципе вот таких больше не вижу. Нормально. Назначаем опять же полигруппу Ctrl-W. И опять же делаем это в геометрии. Так, в саптулах делаем Grow Split. ОК. Вот этот мусор, вот он он появился. Его можно просто удалить. Делить, жмете. И вот еще что-то тут проецировалось. Так, теперь жмем Geometry и заходим в Modify Apology и жмем Close House. Так, если еще где-то есть какой-то мусор, то лучше его сразу заметить и сразу убрать. Чтобы он потом в процессе работы, когда мы уже что-то сделаем путнее, не вылазил нигде. Опять Ctrl-W. Саптулы и опять Grow Split. ОК. И вот этот мусор опять удаляем. Delete. Delete. И опять, если надо где-то закрыть что-то, жмем Close House. Ставим опять, назначаем всей модели Ctrl-W одну полигруппу. Вот так все это дело выглядит. Так, смотрим что да как. Где-то вот эти части можно сгладить. Жмете Shift и немножко все это дело, если вам не надо, сглаживаете. Так, вот такой пес получился. Теперь заходим в Саптулы, делаем дубликат. Один дубликат пока отключаем. И сделаем в геометре ZRMS. ZRMS Adapt, отключим House, делаем и жмем ZRMS. Вот модель поменяла сетку. Уже прикольно, уже с этим можно будет работать нормально. Потому что скульптуре сетка другая. И здесь вот получается потом это работать очень тяжело. Так, теперь можно работать, конечно, с Polish. Вот эту вот часть поставить интенсивность побольше, Draw Size побольше. Вот это дело все вот так вот сравнять. Потом с помощью Shift выровнять. Или можно клейбердоп вот этот поставить Graph Size чуть поменьше, на двоечку интенсивность. Поставить ЗРСАД. И вот так вот потихоньку убирать. Где-то что-то нам не надо. Вот таким образом. Так. Вот такая модель есть. Теперь ее нужно доработать. Где-то поправить. Вы видите, что она кривая. Ужас. Ну ничего. С этим уже можно работать. Уже все готовое. Посмотрим по сетке, как он находится. Вот его можно сделать в прыжке, допустим. Если его чуть-чуть раскрутить, как будто он будет прыгать со ступенек на тигра. Ну как вариант, конечно. Так. Что теперь с ним можно делать уже по прошлым видео? Так. Ставим Draw Size побольше. Опять же Ctrl. Опять же делаем маскирование. Вот так вот. И можно всю модель разбить на поле группы. Вот таким образом. И работать уже с каждой частью, если разбить ее полностью, разъединить. Так. Вот здесь вот чуть-чуть сделаем. А вот эту часть чуть-чуть чистим. Так. Все это есть. Теперь жмем Ctrl и. И теперь ротации вот это все дело можно подкорректировать. Не забывайте, видите, какие-то части, если вы не замаскировали, они потом будут тянуть это все дело. так вот так вот ставим и с помощью Move где-то чуть-чуть вот так вот корректируем. Ничего так, если доделать, прям видон будет хороший. Так. Вот эту лапу, вот эту лапу можно чуть-чуть подать вперед, а вот эту чуть назад. Опять же работаем маской. Никакие части не забываем. Где-то что-то убираем. Так, еще раз смотрим, как это все дело будет. Представляем, чтобы уже нормально все отправить. Жмем Ctrl и поднимаем модель. И с помощью Move вот так вот все это подправляем, корректируем. Снимаем маску и опять чуть-чуть поработаем сглаживанием. Вот здесь уже можно подправить будет анатомию. Мофф топологи включаем и вот так вот ее корректируем. Дровсайз чуть побольше и вот так вот все это дело делаем. грудную клетку поправляем, смотрим где живот, лапу какую-то можно оттянуть. Ну и опять же где-то все это сгладить и переделать сетку. И так вот все. Вот так вот. Вот так вот можно работать с моделями, где-то что-то забирать и уже этим пользоваться, использовать уже в будущих работах, где-то что-то менять, где-то можно просто тело взять, голову доставить, где-то можно голову взять, доставить тело, где-то лапы и так далее. Уже ускоряется процесс работы, ну а какая модель получится, это только на выходе будет известно. Так, всё, всем пока, до свидания, надеюсь, более-менее объяснил, как забирать какие-то детали и использовать их в работе. Всё, всем пока.